Музыка Уважаемые любители моих роликов о закономерностях эволюционного бытия Дело двигается к хорошему Здесь без всяких добавок и стимуляторов На обычной подмосковной земле выросли, как вы видите, всякие штучки под названием патиссоны, огурчики, пожалуйста И даже кабачки, самые разнообразные формы Но вы скажете, что кабачки это невкусно, это вы просто не умеете готовить Дело в том, что кабачки очень вкусные, если их зажарить во фричуре А масло использовать не протухшее 10 лет назад А купить специально для фритюра с высокой температурой кипения И все у вас будет замечательно На приготовление пары порций кабачков у вас уйдет 5 минут Я использую такую промышленную фритюрницу из нержавки, чтобы ее мыть можно было Ну и наслаждаюсь вкусом свежих овощей Так что, уважаемые слушатели Сегодня наш с вами разговор будет немножко сдобрен вот таким натюрмуртом У нас сегодня разговор о больном Болезненном, скажем так О людях Ну люди, это бесконечная проблема Потому что, с одной стороны, она раздражает, как многие люди С другой стороны, она вдохновляет, как некоторые талантливые, способные Но сейчас у нас в стране, как вы знаете, на фоне СВО Происходят некоторые метаморфозы Вдруг открылись глаза Не увей, а нет Открылись глаза специальных служб, которые, в общем, давно были открыты Но ситуация была Но недостаточно, скажем так, компетентна К тому, чтобы начать действие А сейчас уже можно Ну вот, видите, у нас там Министерство обороны Оказалось, что мы не оборону снабжаем, а Частные интересы людей, далеких от армии Там всяких генеральчиков Генеральчиков, неожиданно вырастившихся Оказывается, и в Госдуме, и в правительстве Много-много всяких проблем И у нас новый отбор, обращаю ваше внимание Все тот же самый церебральный сортинг Отбор людей по способностям Нужно, чтобы они были способны государству помогать или работать А они, оказывается, способны очень Но в основном к тому, чтобы набивать собственный помойник И натаскивать имущество на своим детям, родственникам Внучкам и правнучкам Чтоб всем хватило Ну, как всегда, не хватит И поэтому их придется немножко пощипать Как курей Ну, вот, и этим занимается у нас Белоусов Но ему тяжело приходится Ну, как министр обороны справиться Потому что в некоторой организации, расположенной недалеко В Москве станция метро Китай-город Ему придется ставить на каждый вход На каждый подъезд По два пулемета Вы поинтересуетесь, почему по два А я отвечу, как в старом анекдоте Чтобы не перегревались Потому что там охотникам за государственного бюджета Толпы Приходят, приезжают каждое утро на работу Так вот, в чем проблема Отсюда и название нашего ролика Шариковый контроль То есть, если вспомните, посмотрите Шарик в канавке Такой у меня был ролик В котором я объяснял Как устроен мир И как менять движение шарика В канавке Если вам вдруг захочется Изменить свою судьбу Или судьбу человечества Если вы понимаете, что происходит То сделать это очень несложно Так вот, эпигенетический ландшафт По которому катится шарик И вашей судьбы И шарик судьбы нашей страны Он, так сказать, требует небольшой коррекции Но, как всегда, все заканчивается Одним и тем же Вопросом о людях Кто это будет делать Раз у нас нашелся, пожалуйста Белоусов и компания Они смогут сделать Если, конечно, пулеметы перегреваться не будут А с другой стороны На кого менять-то? Вы что думаете? Поснимав начальников Их заместители и другие Да они еще хлещик же Подбирали эти начальники То есть Основная проблема Для предотвращения Скатывания шарика Опять не в ту канавку В эпигенетическом ландшафте Стоит в подборе людей То есть, во-первых Надо видеть этот ландшафт В чем я, извините меня Как человек всю жизнь Занимающийся мозгом Сильно сомневаюсь То есть, если по мозгу Увидел бы первый раз в банке Там После защиты кандидатской седации Как некоторые популяризаторы То, конечно, бы я вам сразу указал Что надо изменить Или был бы каким-нибудь Нейролингвистом Оригинальным Который бы Тоже вам все тут же расскажет Как на духу Что делать И недорого, между прочим Так Нет К сожалению Все не так просто И просто указать Невозможно Надо, во-первых Подобрать Команду людей Которые, во-первых Этот Эпигенетический Ландшафт видит То есть, они достаточно Квалифицированы И не связаны С системой Мелкотравчатого Воровства Подсиживания И интриг Которые происходят На государственном уровне Чтобы видеть Что происходит Это раз Потом надо понимать Кого отбирать И для чего И куда их запихивать После отбора И самое главное Зачем Чего хотите Вот эти вопросы Человек, который Будет этим заниматься Должен Понимать Абсолютно точно Его помощники Могут не понимать Они могут быть Исполнителями А вот он должен Понимать Как следует Иначе Это все Кончится Как всегда Есть такие инструменты Всегда же Вопрос Как Ну ладно Вот мы Подобрали Человека У нас есть Реальные Серьезные Исполнители А инструменты Самый же главный инструмент Но у них действительно Не стрелять же их В подвалах Поликлиники НКВД Как раньше Ну Как-то негуманно Уж совсем Хотя Некоторым Очень хочется Некоторых Особенно Выдающихся Есть инструменты Есть Есть более мягкие Примеры У меня в роликах Для тех Кому интересно Можете обернуться Назад на начало Июня Прошлого года Когда я объяснил Что у меня будет Самый защищенный человек Использован для опыта В США Пол Накасона Начальник АНБ И киберкомандования Армии США Ну как вы понимаете Обещал через полгода Но через полгода Его и сняли Вторым Значит Не менее защищенным Был премьер-министр Великобритании Это Риши Сунок Это Объявление Было сделано На старый Новый год Вот Который Можно Посмотреть Там я тоже Пообещал Примерно В течение полгода Убрать этого Боевого парня Что и сделано Было Ну вот Как вы знаете Его уже В Великобритании Нет И большие такие Грузовики Вывезли его Барахло Индийское Обратно Ближе к исторической Родине Так вот Вопрос такой Инструменты Есть? Есть Конечно Тут же Сейчас там Все Доброжелатели В кавычках Они скажут Но это случайность Да Сделайте То же самое Объявите За полгода Что вы совершите Некоторые действия Которые приведут К запланированным событиям И совершите их И все увидят Какие вы гениальные Какие вы всесильные Какие вы могучие Интеллектуалы На самом деле Пока я вижу Совсем наоборот Разговоры Пустые Пустопорожние Огромные средства Уделяемые Для решения Конкретных проблем И их полное Нерешение По причине Отсутствия Мозгового Вещества Но это понятно Так вот Допустим Представим себе Чудо Ну вот О том Что Это все началось Церебральный сортинг Перешел В разумные Формы То есть Стали анализировать Инструменты Можно такие применить Можно То есть Нужно запустить Ландшафт Эпигенетический С отбором Для того Чтобы нужные Чиновники Попадали В нужные Концевые Разветвления Этого Эпигенетического Ландшафта То есть Нужна глобальная Система Какого? Очистки Надо открывать Министерство Государственной Очистки Которые бы Как вы понимаете Чиновников Чистили Ну во первых Это есть смысл Потому что Насколько Понятно По самым Общим подсчетам Эти ребята После Так сказать Начала Освобождения России Украли примерно От пяти до семи Бюджетов Нашей страны И вывезли их На запад Поэтому Я предвижу Закупку Большого количества Паяльников Спецслужбами Которые могут Их Использовать Не по назначению Потому что Там же не только Сами Клоуны Но их родственники Многочисленные Доверенные Лица Которые хорошо Известны То есть Несколько бюджетов В нашей стране С учетом ИСВОГ Нам конечно бы Понадобилось Это факт А я думаю Что Те места Которые Для которых Предназначены Будут паяльники У многих Сейчас Сработают Правильно Так вот Первое Надо видеть Ландшафт Эпигенетический Которым будет Осуществлен Ближайший Церебральный Сортинг Можно это Можно Второе Инструменты Есть Инструменты Есть Многократно Мной Рассказанная Система Определения Наличию Человека Произвольного Сознания Как вы понимаете Исключит Вороватых Специалистов Высочайшего Государственного Уровня Для появления В новой Системе То есть Нам надо Построить Эпигенетический Ландшафт И запустить Отбор Людей Которые Обладают Соответствующими Способностями Сейчас же Почему не было Почему произошло Гигантское Воровство Разбор Полетов А потому что Людей Никто не отбирал Я уже много раз Говорил Преданные Набирались Во все органы Власти Подобострастные Те которые Могут Услужить И обслужить Тоже Это все Хорошо известно В узких Кругах Но с мозгами То у них Вообще Ноль Преданный Это не значит Умный Как правило Особо Преданные Бывают Особыми Идиотами В редчайших Случаях Разумный Человек Сочетает В себе Эти качества Потому что В любых отношениях Всегда есть У человека И достоинства Недостатки Если разума Много То вы их Видите Если разума Нет Вы их Не видите Вы только Исполняете Службу Или там Обязанности Таким образом Можно запустить У нас есть Разработанный За много лет Почти уж Там 9 лет Скоро будет Технология По выявлению Людей С произвольным Мышлением Почему Произвольное Мышление Это нужно Потому что Не нужны Люди Роботы Исполнители Твердые Твердые Исполнители Нужны там Где есть Конкретное Дело Которое Надо выполнять Сегодня Исполняем 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 Вот Точно Исполняем 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 Это моё скромное Начинание В разборе Интеллектуальных Способностей Чиновников Которые По идее Должны О нас с вами Страстно Заботиться На этом До свидания Продолжение следует